МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В советские годы понятие «интеллигентный человек» имело свои характерные черты. Сотрудники проектных и научно-исследовательских институтов ходили в театры, на концерты и выставки, самозабвенно читали. Они старались отдавать своих детей в музыкальные и английские школы, чтобы вырастить из них новых советских интеллигентов. Общие интересы объединяли и казалось абсолютно естественным дружить с себе подобными и с себе подобными создавать семьи. Медный всадник – пожалуй, самый известный символ Санкт-Петербурга. Это место очень популярно у молодоженов. Существует легенда, что Петр Первый благословляет их на счастливую семейную жизнь. Но семейная жизнь не всегда бывает счастливой. Многие браки заканчиваются разводами. Мы вам расскажем историю, в которой жизнь молодой семьи закончилась тщательно спланированным убийством. «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?» Шестидневную рабочую неделю отменили в конце 60-х. А вначале люди ломали головы, на что потратить свой единственный выходной. Но больше всего волновали проблемы летних отпусков. Инженеры и научные работники в среднем зарабатывали 100 рублей. Поэтому особой популярностью пользовался экономичный отдых. Электричка, палатка, костер, байдарка, романтика. «На скалы я ездила. Это самое было такое. Вот куда-то мы заезжали очень далеко, на Корейский перешейк. Разбивали палатки, гитары, песни. Огромное количество песен вдруг обрушилось. Когда мы попали в институт, оказалось, ну, после стихов советских поэтов, которые мы только-только знали, вдруг оказалось огромное количество песен. Студенческих, блатных, народных, которые мы там распивали у костров. Выпивая так не очень сильно, но немножко. Потом купались ночью, были белые ночи. То есть, вот, походы, это да, это такая территория свободы нашей». День выборов стал настоящим праздником. В этот день ленинградцы единодушно отдали голоса своим избранникам. За мир, за счастье, за коммунизм голосовали в этот день советские люди. 12 июня 1966 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Но Владимир Горин и его жена Наташа отправляются путешествовать в Ленинградскую область, на озеро Волкса, на Байдарках. На следующий день Владимир Горин является дежурной частью Держинского РУВД города Ленинграда и делает заявление – его жена пропала. Это Карельский перешейк. Огромная артерия озера Волкса. И здесь самый большой остров оленей. На утро Горин не обнаружил ни Байдарки, ни жены. Ту же самую историю он неоднократно повторяет в Институте физиологии имени Павлова, где в акустической лаборатории работала его супруга. Мы не удивились, когда в понедельник Наташа не вышла на работу. Накануне были выборы. Она занималась общественной работой, участвовала в подготовке избирательных участков. Мы думали, что у нее отгул. Но во вторник приехал Горин и сказал, что Наташа пропала. Владимир Горин. Родился 27 декабря 1939 года. Окончил политехнический институт. Беспартийный. Работаю инженером в Институте радиоэлектроники. Остров оленей, он же лосиной. Площадь около 18 квадратных километров. Рядом множество мелких островков и проток. Милиция и добровольные помощники неделю безуспешно прочесывают эту обширную территорию. Но 21 июня рыбаки обнаруживают сильно разложившийся труп женщины, плывущий по поверхности воды вместе с обломками байдарки. Первый осмотр ее тела был произведен, когда доставили эту лодку с телом в Серово. Осмотр проводился с участием работников милиции, низовых работников милиции, следователя прокуратуры там, не очень профессионально высокого такого класса. Ну и потом, по-моему, они пригласили врача. Но это не был опытный судебно-медицинский эксперт. Экспертиза указывает на смерть от утопления. И для милиции ситуация представляется очевидной. Дело даже не возбуждают. В институте физиологии потрясены сообщением о гибели их сотрудницы. Наташу очень любили. А вот у ее мужа, который до недавнего времени работал в той же лаборатории, скверная репутация. В свое время его уволили из института физиологии с формулировкой по сокращению штатов. Но на самом деле из-за плохих отношений с большинством сотрудников. Творческая несостоятельность его в нашем институте была, в общем, совершенно очевидна. Я помню, даже на какой-то конференции, ну, просто с трибуны, ему сказали, что уровень знания его настолько низок, что какие-либо претензии его на что-либо совершенно безосновательное. В общем, он много выдумывал. Особенно по поводу открытий научных. Говорил, что он их за границу переправлял. На Камчатку собирался уехать. В общем, по-моему, он всех обманывал. По поводу и без повода. Пылкая фантазия Горина, которая так раздражает его сотрудников, находит не только недоброжелателей, но и поклонников. Точнее, поклонниц. Мальчик такой смазливенький на мордочку, но я думаю, что там, ну, как женщины ушами любят, да? Особенно женщины академические. Вот, поэтому там лапши было, конечно, навешано на уши много всем. Вскоре после поступления в лабораторию Горин заводит роман с работающей там Наташей. Это энергичная, веселая женщина, окруженная множеством друзей. Она окончила биофак университета, увлекается альпинизмом, способный молодой ученый, успешно работает над диссертацией. В лаборатории ее очень любят и прочат блестящую научную карьеру. Наташа была аспиранткой, девочка она скрытная, была очень хорошая, доброжелательная, остроумная. Ну, в системе Академии наук, сами понимаете, работали люди, достаточно такие интеллектуальные, да, и читали все, и мы там слушать начинали. Я не знаю, когда Акуджава появился, не помню, но мы там слушали магнитофонные записи с Акуджавой. С Клячкиным, по-моему. Жили, как правило, в коммунальных квартирах или вместе с родителями, или в общежитиях, и поэтому всеобщая любовь к туризму совпадала с всеобщей влюбленностью. Палатка – это то место, где ты можешь быть с любимым вместе, рядом, и за вами никто не следит. Специфика любовного быта этой романтической эпохи не предусматривает никаких предосторожностей. Неизбежное следствие – беременность, зачастую нежелательная. В Ленинграде аборты делают всего в одной клинике. Анестезии нет, персонал групп. Еще жива память о запрете абортов, отмененном только в 1956 году. Наташа поступает по-своему. Не спрашивая совета у Горина, она решает оставить ребенка. После того, как Наташа родила ему сына, Горин все-таки на ней женился, но ничем не помогал своей семье. Такие люди уважают себя, свои права, но никак не обязанности. Наташа осталась с сыном и хозяйством один на один. Горин же окружил себя любовницами. У него было несколько возлюбленных среди окружения, и причем каждый он помыкал. Наташа эта несчастная терпела ведь все это. А он и заявлял, они ко мне ходили и будут ходить. Я думаю, что он был хорошим психологом. Очень тонко, быть может индуитивно, быть может в силу полученных знаний. Угадывал слабые места людей. И на этом фоне, обладая харизмой определенной, даром убеждения, он легко мог подчинить своей воле, своей власти любых людей. Наташа одна из женщин, попавших под обаяние Горина. Она убеждена в его гениальности и рядом с ним чувствует себя безнадежно заурядным созданием. Однако ситуация в акустической лаборатории развивается совсем по другому сценарию. Наташу здесь ценят и продвигают. Горин же оказывается в положении аутсайдера. Неудавшийся ученый вымещает свое раздражение на жене. Горин жалуется знакомым на ее бездарность и примитивность. Постоянно грубит. То есть она ничего не говорила, но было видно, что что-то там не так, и что он, наверное, женился за ребенка. Он, по-моему, хотел ребенка, ему нравился. И сын ему нравился, и ему не нравилась Наташа. Вот, насколько я помню. Он бы очень рад был иметь сына, но без жены. Горин убежден, что только он может правильно воспитать своего сына и сделать из него личность. А Наташа лишь портит его своей излишней бабей чувствительностью и заботой. Истеричность Наташи, которая стала тискать Колю больше, а меня слушать меньше. В связи с чем и происходили столкновения. Наташа в злости заявляла, что я отнимаю у нее сына. А Коля с возрастом стал понимать нашу неприязнь. Он считал, что он – это соль земли. Он настолько гениален, что другие по сравнению с ним – ничто. И что он сказал, вот так оно и должно быть. Вот это было в отношении с Наташей, это было в отношении с окружающими. Он ненавидел своего отца. Он презрительно относился к своей матери. Такие люди, они обычно беспощадны к окружающим, которые, возможно, невольно или в силу других обстоятельств стоят у них на пути. Я думаю, что о нравственных нормах здесь говорить вообще не приходится, потому что категория нравственных норм у таких людей свои. Конфликт между Гориным и Наташей из-за сына неразрешим. Он уговаривает Наташу отдать ему ребенка, но она категорически против. Законным путем получить сына Горин не в состоянии. Суд всегда будет на стороне матери. Горин считает, что в этой ситуации у него есть только один выход. Наташа должна умереть. Остается только придумать, как это устроить. Этот мотив вполне реален. И думаю, что в сыне он мог видеть продолжение себя, а следовательно, только он мог из него вырастить такого же человека, коим является он сам, и передать ему и генетически, и уже психологически те качества превосходства, власти, доминирования над миром. И поэтому любые проявления слабости, которые он видел у своей жены, в виде элементарной ласки, заботы, любви, он считал неприемлемыми. Если бы она проявила инициативу в разводе и оставила бы ему сына, не было бы этого всего. Не так была любовь к этому сыну с его стороны, как удар по самолюбию. Как же так вот? Он считает, что он должен сделать такого подобного себе человека, а его отдадут вот этой приземленной женщине, его жене. Большинство убийств в России происходит на бытовой почве. Пьем на кухне, ссоримся, чем попало, бьем в голову. Если можно дотянуться до скалки, скалкой, молотком, стамеской. Что под рукой? Милиция, как правило, быстро раскрывает подобное преступление. Что тут раскрывать? Приезжаем на место происшествия, один пьяный, другой мертвый. Горин не такой, это не пьянь. Он закончил политех, он знает, как работать в библиотеке. Он достает себе милицейский учебник, работа следователя с доказательством. Он теоретически подковывается. В августе 65-го года Владимир Горин готовит первое покушение на жену. Убийство должно выглядеть, как несчастный случай. Горин – человек необычный, и выбранное им орудие уникально. Ему помогают навыки, полученные в институте. Это металлическая трубка, которая из себя представляла ствол. Сзади муфта такая, на пружине. В первую трубку, которая является стволом, и задней частью меня немножечко поуже, вставлялся патрон. Специфика советской жизни открывает перед предприимчивым человеком множество возможностей. За пару литров спирта можно заказать у знакомого рабочего на заводе изощренное техническое приспособление из самого лучшего металла, при желании на уровне космических технологий. Изготовление пистолета, не похожего на обычный, является лишь частью коварного замысла Владимира Горина. Его хитроумный план основан на сочетании инженерного расчета и психического манипулирования. Горин хочет устроить так, чтобы Наташа убила себя сама, не понимая при этом, что делает. В августе 1965 года он отправляет ее с ребенком на дачу в мельничный ручей и во время прогулки с сыном якобы случайно находит в кустах свое устройство. Горин рассказывает Наташе, что нашел некий странный и интересный резонатор. Если приложить его к уху и вращать кольцо, то услышишь звуки. Разыгрывая перед Наташей находку пистолета, демонстрируя, как можно прослушать звук, я надеялся, что она заинтересуется резонатором и сама произведет в себя выстрел. Тем самым разрубит неразрешимый вопрос о жизни с ней и оставлением Коли у меня. Если бы выстрел произошел, он бы утверждал все время, что они вместе это нашли, предполагали, что это резонатор звуковой. И Наташа так заинтересовалась им, что все время с ним возилась. А он потерял интерес к этой трубке и не подходил к ней. Вот что он бы сказал. Я думаю, что даже в этом случае, если бы весь заряд попал ей в голову, и она бы погибла, он бы остался чистым. А Наташе оказывается не так уж и любопытна. Но после того, как Горин несколько раз повторяет свой рассказ и делает вид, что слушает чудо-резонатор, она все же решает повторить его действия. Увидев, что Наташа начала заниматься резонатором, Горин берет сына и уводит его на улицу, заявив, что они идут гулять. Когда Горин бежал в комнату, он увидел жену, сидящую на полу. Она держалась за лицо. Выстрел ее не убил, но лицо было изуродовано. Скорая помощь отвезла Наташу в больницу города Всеволожска. Хирурги оказываются не в состоянии удалить весь заряд дроби, попавшей в голову Наташи, и отдельные дробинки остаются. Вообще об огнестрельных ранениях медикам полагается немедленно сообщать в милицию, ведь это повод для возбуждения уголовного дела. Однако на этот раз телефонограмма в милицию не отправлена. Врачи уверены, что Наташа получила ранение в результате несчастного случая. Я полагаю, что возбудить это дело они не могли, потому что Наташа старалась увезти его, она ведь его любила, она старалась увезти его от ответственности за этот стреляющий предмет. А может быть, какие-то подозрения у нее и были, но она не хотела его выдавать, что он положил тот патрон. Когда Наташу лечили врачи, вот после ее ранения, да, обнаружили, что она беременна. Сделали аборт. Ну, Горин добивался долго чей-то ребенок, а потом быстро утешился. Утешился, нашел себе новую любовницу, на этот раз 18-летнюю девочку, да, да. Наташа сказала, что она, конечно, жить с ним не будет, но вот ждет получения комнаты от института, а потом вместе с сыном, с Колей, ну, конечно, уйдет от него. Ну, сначала, конечно, она была подавленная, Наташа. Во-первых, после всего произошедшего она еще плохо себя чувствовала, но, понимаете, он так к ней относился, он так за ней ухаживал, он делал ей подарки, и она как-то вот не верила, что это он. Вот она, наоборот, как бы воспрянула духом и решила, что у них как новый медовый месяц. История с мнимым резонатором только осложнила положение Горина. Ему по-прежнему была ненавистна жизнь с Наташей. Но теперь он опасался еще и того, что она заподозрит его в покушении на убийство. О подозрениях Наташи я догадывался. По напряжению, которое происходило между нами, и по одному очень туманному разговору, в котором она сказала, что рассказала об этом кому следует, и стоит ей сказать хоть слово, мне будет плохо. Любовница часто знакома с женами. Одна из любовниц Горина прекрасно знала Наташу. Она ему по секрету рассказывает, что Наташа написала некое письмо, в котором она обвиняет его в покушении на убийство. Горин в панике. Он понимает, что письмо вот-вот может быть отправлено. И, разумеется, он понимает, куда. Он наступает на горло собственной песни. Он, продолжая ее ненавидеть, создает иллюзию любви. Наташа радуется. Она снова беременна. Она пишет за три месяца до убийства щемящие стихи в своем дневнике. Мне надоело плакать, мне надоело страдать. Хочу окунуться в радость и в брызги ее разметать. 17 марта 1966 года. Вообще, вот меня всегда, вот как следователя, поражало что? Что вторая половина, не будем говорить там, жена, подруга, кто-то, или наоборот, муж-сожитель, да? Когда созревает ум и сила виновного лица, то вторая половина уже приговорена. Это через полгода произойдет, через год, но он приговорен. Уже приговор есть. Ликвидация, расстрел, да? Высшая мера наказания, да? Вот. А супруги продолжают спать, если идти в одной постели, кушать с одной тарелочки, так сказать, утром поцелую щечку, да? А его практически уже нет. Он ликвидирован, да? Пустое место практически, да? Дома среди вещей Наташи Горин обнаруживает снотворное, а металл натрия. Средство ему хорошо знакомо. Пару лет тому назад он успешно имитировал с помощью этого препарата попытку самоубийства. Таким образом, Горин остановил пытавшуюся уйти от него любовницу. Теперь он придумал для металла натрия другое употребление. 15 июня она мне сказала, что она поедет в Киев к родителям, с сыном, а Горин приедет в сентябре. Она его там дождется. Но вдруг 12 числа, 12-го, она сказала, что Горин решил ехать вместе с ними. А сегодня приглашает, то есть этого же 12-го числа приглашает ее на Вуоксу. Я сказала, что это, по-моему, совершенно бессмысленно, надо же как-то собраться к поезду. Она сказала, не хочет огорчать мужа. Доехав с двумя пересадками до станции Синева, супруги переправляются на Оленьи остров и располагаются здесь на ночлег. Место, выбранное Гориным, для отдыха очень неудобно. Оно заболочено. Зато здесь не должно оказаться случайных свидетелей. После того, как Наташа собирает хворост и готовит на костре ужин, Горин бросает снотворное в кружку с кофе и передает ее Наташе. Дождавшись, когда Наташа уснет, я отнес ее к воде. Привязал к байдарке и пару раз ударил ножом по корпусу лодки. Подплыл подальше от берега и когда лодка тонуть начала, вернулся вплавь на берег. Всю ночь просидел у костра, переодевшись в сухое, а наутро разыскал рыбаков и сообщил о пропаже жены. Подождал немного, переправился в Синева, заночевал там. А утром уже вернулся в Ленинград и сообщил милиции о пропаже своей жены. Милиция находит тело, проводится экспертиза. Вывод – Наташа погибла в результате несчастного случая. Горин уверен, что его замысел успешно осуществился. Идеально спланированное убийство не будет раскрыто. Он спокойно едет отдыхать под Киев вместе с сыном. Однако он не знает, что происходит в это время в Институте физиологии. Вот когда известно стало об этом, лаборатория разделилась на два лагеря. Так вот четко совершенно. Даже сомневающихся не было. Одни считали, что Горин убил. Но были другие сотрудники. Но в основном это женщины, конечно. Они верили, что это несчастный случай. Когда я вспомнил историю с ранением Наташи, я уже не сомневался, что Горин – убийца. Довести это дело до суда было для меня делом чести. Советская общественность чрезвычайно редко проявляет инициативу, не согласовав ее с начальством. Но коллектив Института физиологии оказывается исключением из правил. Сотрудники лаборатории физиологии слуха отправляют коллективное обращение в прокуратуру, в котором обвиняют Горина в убийстве. Такое же обращение отправляют и Наташины товарищи-альпинисты. В этой ситуации начальство решает пойти общественности навстречу. В сентябре Горина берут под арест, и его делом начинает заниматься следствие. Вы знаете, может быть, я сейчас несколько идеализирую те времена, но я тогда был уже на практической работе, я знаю, как вкалывались следователи. Тогда работали очень тщательно, очень плотно, и, конечно, преступления оставались и тогда нераскрытыми, но тогда этому вопросу раскрытия относились с большей серьезностью и больше тратили сил, больше имели возможности потратить сил. У Генриха Подвитца, которому поручается дело Владимира Горина, репутация одного из лучших следователей Ленинградской прокуратуры. Генрих Подвитц был человеком неординарным, я бы сказал, одаренным, потому что следствие – это творчество. Есть, конечно, трафареты, молотком по голове, значит, такая экспертиза, медицинская, криминалистическая и так далее. Но есть творческие моменты, которые не прописаны ни в каких учебниках криминалистики. Горин продолжает верить в существование некого письма Наташи. Он психует и принимает роковое решение. Он частично признается в наличии этой адской коробочки. Но говорит, что Наташа сама ее использовала то ли для самоубийства, то ли для имитации самоубийства, ну, чтобы его разжалобить. Следователь – человек опытный и взрослый. Он человек с репутацией. Он категорически не верит Горину. Тем более, что при осмотре байдарки, которую нашли на Волксе, он находит улики. Лодку подвергли экспертизе. Вот мои сотрудники ее исследовали и установили, что там есть два или три, я точно не помню, сейчас разреза. в чем разрез сделан не со стороны дна протоки, как если бы лодку волочила по острым камням, скажем, а со стороны лодки изнутри. то есть вода должна была довольно быстро просочиться в лодку, и поскольку в лодке лежало тело, лодка, наполненная водой и груз тела, она должна была опуститься вниз. Вот весь расчет был. Когда эти экспертизы провели, тогда уже не оставалось сомнений, что здесь имеет место убийство. Около трех месяцев Горин стоит на своем. Как говорят в сыске, он в отказе. Но вечером, 20 января 1967 года, он не выдерживает и признается. Почему? Можно, конечно, написать целый трактат по психологии, а можно сказать кишкатанка. На нашем языке, он в сленге, как вы ни назовете, называется расколом. Объяснить, как происходит раскол, невозможно. Потому что это большая психологическая игра двух явно противоборствующих сторон. И объяснить, как происходит раскол, на чем когда и как опер сумеет зацепить какую-то струнку и вот потянуть ее, эту ниточку, растащить, объяснить невозможно. Научить невозможно. После этого следствие переходит к новому этапу работы. Необходимо тщательно проверить все пункты признания, доказать, что все слова обвиняемого соответствуют действительности. У нас практически по теории доказательств нужно, чтобы признательные показания, если признается виновный, подтверждались чем-то объективным. Следами на месте происшествия, так сказать, и чем-то другим, объективно, как мы говорим. Коллеги Наташи по работе, сотрудники лаборатории физиологии слуха, не успокоились после написания коллективного обращения в прокуратуру. Они вместе со следствием стремились докопаться до истины. Когда следователь Генрих Подвиц достал статью на японском языке о судмедэкспертизе в области утопления, они нашли переводчика на филфаке университета и вместе переводили текст. Данные этой статьи очень помогли в проведении экспертизы. В огромном бассейне провели следственный эксперимент. Взяли девушку спортсменку, которую устраховали в это время снизу подводники, чтобы она не утонула при случае как написано в законе, что при эксперименте здоровье и жизнь не должны подвергаться риску опасности. И далее под видеокамеру, тогда еще это было киносъемка тогда была, видео не было, под фотографию, фотографии сохранились прекрасно. Вот это эксперимент, вот так, вот она переворачивается, вот можно ли выбраться? Если не привязано, тело выпадает и можно легко выплыть, так сказать, если привязано, то фиксируется и не выпадает. Расследование дела Горина вошло в учебники. За всю историю Ленинградской прокуратуры подобные эксперименты проводились единственный раз. Следователь не ограничивается опытами в бассейне кораблестроительного института. Преступление это было на природе и вот тоже возникает вопрос, а извините, а как же вот из пункта А в пункт Б тело с байдаркой проплылотерской, да как же это могло быть? Подвес опять пользуя свое такое у него энергетика и умение организовать, вот подтянуть, как мы говорим, временная группа, да, специалистов, вот, знающих людей, экспертов и так далее, подтянул гидрологов. Они сказали, что если вот тут предмет плавучий, который опускается в воду, пустить, то он в итоге должен выплыть вот туда и через такое-то время, через такое-то время. Это совпало практически вот с тем, потому что тело нашли, по-моему, там на девятый день, вот как раз и прошло вот это расстояние и это время. Во время следствия Горин написал целые трактаты в свое оправдание. Чек он все-таки был образованный, поэтому публицистика вышла пухлой, она была толще, чем уголовное дело. Он находит причину в своем поступке. Он рассказывает о том, что во всем виновата его мама, которая папу любила больше, чем его, а папа, по его мнению, был плохой. Он говорит о том, что с детства пытался противопоставить себя аж всему человечеству. Так поступают большинство Горинах и маньяков. Профессиональный преступник блатарь никогда ручку в руки не возьмет. Он не будет при помощи листа бумаги общаться с государством. Это ему запрещено даже его священным законам. А Горин продолжает писать розовые письма матери Наташи. Он ей рассказывает, почему он не виноват. Это потрясающе. Он ей долго объясняет, почему так долго убивал ее дочь. убийство своей жены я считаю жестоким преступлением. Но на тот момент я не видел другого выхода из сложившихся положения. Я совершил это не потому, что преследовал личные интересы. Я просто не видел другого выхода. Следствие по делу Горина длится больше года. За это время подследственный несколько раз меняет показания и манеру поведения. От полного раскаяния до агрессивного отказа от показаний. Он настаивает на версии самоубийства Наташи. Свои предыдущие покаянные заявления называет самооговором. Он оговорил себя, потому что следователь грозился отдать сына родителям погибшей жены, а Горина лишить отцовских прав. Горин непрост и хитер. Он быстро приходит в себя и пытается взять реванш. Под обвинение он закладывает бомбу. Он неправильно указывает как он привязал Наташу к байдарке, какое количество снотворного подмешало ей в кофе. На суде он ловко использует эти козыря. Для него они доказательства того, что следствие предвзято. Пафос его очевиден. Его склонили к самоговору. Я думаю, что это тщательно продуманная стратегия, очередная игра, которая предполагаю, что доставляла немало удовольствия самому играющему, потому что он подчинил себе людей, ввел их в замешательство своей эмоциональной реакции, якобы растерянности, якобы слома некоторого внутреннего. Он расслабил противника, а сам очень педантично, со свойственной ему аккуратностью укреплял свои позиции, не делая, впрочем, их достоянием, готовясь к своему триумфу, когда он сможет преподнести все это разом, моментально обезоружив любого противника. 6 сентября 67-го года в Ленинградском областном суде начинается процесс по делу Владимира Горина. Суд будет продолжаться более полугода. Во время суда проявилась какая-то совершенно магическая сила Горина изворачиваться и быть весьма убедительным. Многие свидетели, подавшись его обаянию, меняли показания. И даже следователи признавался мне в частной беседе, что если бы следствие не уложилось в определенные сроки, то ему было бы трудно защищать свою версию и обвинение могло просыпаться. Я многие годы работал адвокатом и я выигрывал несколько дел выигрывал на основе критики экспертиз. То есть это была настоящая полемика стороны обвинения и стороны защиты по поводу данных экспертиз. Можно было оспаривать и можно было добиваться в судебном заседании качественных заключений экспертных, которые позволяли либо стороне обвинения усилить свою доказательную базу, либо стороне защиты опровергнуть то, что представлено было обвинение. Только благодаря тщательной работе, проделанной следователем, все аргументы горе наопровергнуты. Данные экспертизы идеально подтверждают его первоначальные показания, тогда как попытка оправдаться повисает в воздухе. 21 марта 1968 года суд признал Горина виновным в покушении на убийство и в убийстве беременной женщины. Впрочем, даже несмотря на это, суд не воспользовался правом вынести Горину смертный приговор и ограничился 15 годами заключения. Председатель коллегии в данном случае повлиял на заседателей и они решили его пощадить. Я не знаю за что и почему, потому что этого человека не надо было бы щадить. Я не знаю, что из него теперь получилось. По прошествии этих лет он отсидел свое, может быть он по-другому теперь свою жизнь построил, но он заслужил с моей точки зрения он заслужил высшее межное наказание. Знаете, я был удивлен, что Горину сохранили жизнь. Ведь в то время смертные приговоры выносили в менее жестоких делах. но главное, что после убийства Наташи он не остался безнаказанным. Каким человеком Горин вышел из мест заключения неизвестно. Известно лишь, что сейчас он занимает довольно высокий пост и пользуется большим уважением сотрудников. Есть модное и не всегда многим понятное выражение гражданское общество. Это когда люди объединяются, чтобы навести порядок в ситуации, которые напрямую их не касаются. В середине 60-х сотрудники лаборатории Института физиологии имени Павлова сделали все возможное для того, чтобы изобличить и покарать коварного убийцу. Идеально задуманное преступление оказалось раскрытым. Ленинград он почти в Европе Ленинград он богат дворцами Ну какие повсюду лопи Чуть оступишься и с концами Чуть оступишься и с концами Ленинград Стоит на болоте А по ночам у нас неспокойно А по ночам у нас неспокойно На ботлоте не сыщешь брода А на болоте шумит осина А вот случайного пешехода Засасала Опять везина Засасала Опять везина Как подумаешь А ведь что-то в этом месте не то творится Все спешат кругом болота Дай нам Боже не провалиться Дай нам Боже не провалиться